Если вы затыкаете на ногах, у вас вероятность в три раза больше или четыре. Получить шаг, чем когда вы затыкаете в подкате. Почему? Потому что в подкате высота в воде хвост. То есть, грубо говоря, ниже, как вверх. Соответственно, раз, два, три, четыре. В четыре раза больше мишени, в четыре раза больше вероятность получить. Люди имеют возникнуть. Четыре раза. Это первый момент. Второй момент. Второй человек, который у вас может быть, это, видимо, человек, который движет до вас уже улыбкой. Который следует вот сюда. Или же вы можете выходить, насколько далеко, что у вас выйдет тот человек, который у вас ждет. То есть вы закатились здесь, а вы катились вот здесь. И, соответственно, что в том случае, и вы отдыхаетесь нашего человека, который стреляет вас здесь. Это два. Соответственно, что неправильно и что плохого. Подкате, допустим, который делает патя, он быстрый и все-все зашибись. Не то, что я хочу отметить, чтобы вы видели. Когда вы закатываетесь вот здесь, вы можете получить. Открывать, качать. Открывать, качать. Потому что вы лежите. Открываем под шею. То есть в каком положении? На закрытом крючке. В каком положении? В каком положении? В каком крючке? В каком крючке? Тренируетесь и делаете. Лучше делать это правильно. Ну, логично, да? Лучше правильно стрелять, правильно закатываться, правильно сидеть в руках. Все. Поэтому, смотрите сами. Здесь смысл. Весь загружается в двух простых вещах. Это направление плечи в плечи. То есть плечи смотрят все время в поле. Это концептуальная вещь. Почему? Потому что когда вы видите в поле. Вы первое. Знаете, где находится ваш игрокер на разбежке. Да? Сколько раз вы с этим всталкиваете. Или будете всталкиваться. Вы прибегаете на укрытие. Часто проблема игроков. Новичков. Они опускают рога вниз. Вот. На разбежке. Опустили. Дальше что делать? Веса нет. Чтобы выходить здесь. И так приходить на спине. Не побежал в полу. То есть это для тебя, чтобы ты не будешь гигант шереть. Да? То есть выходить здесь, за 5-й на 3-й 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 на 3-й. Вы не понимаете. Соответственно это еще одна небольшая хитрость. Да? Что вы будете в поле смотреть, что вы будете в землю. Вы быстрее не добежите. От положения головы скорость ваша не меняется. Правильно? Соответственно, при первом случае, вы заходите, вы бежите, заходите, вот вы, вы не знаете, что такое, да, вот ваши, ваши дети, и единицы мне в вашем сердце, вы что-то так, вы закрываете с этого сердца, и вы понимаете, что вы контролируете у фанта. В противном случае, вы выпекаете, вы слепой, полностью, то есть вы не знаете, чего, где, как, а будете играть сейчас на, заберите, там, знали, но он глухой. То есть вы по сказке вообще не будете слышать, там глухие сигналы, вам будет нужно играть, в основном, за счет коммуникации в поле, за счет того, что вы сами видите, все. Потеряли игроков, проиграли, то есть это игра контроля. Если, ну, хорошие игроки, они не играют за счет того, что они там супер-пупер-классные выходы делают, или за счет того, что они супер-классные сидят, они играют за счет того, что они кондируются так же на поле, и они знают, что им делать. А для того, чтобы вы знаете, что им делать, это просто простые шахты, если у вас есть в углу фигура, да, вот вы здесь сидите, у вас здесь в углу, вы не можете играть с другими. Из него, потому что у вас есть человек, который просто вам опасный сигнал, представляет, да? Если у вас есть там тройка, вы не будете стрелять в углу, то есть это простые, базовые вещи. А для того, чтобы это не делать, то нужно понимать, кто ты играешь. Нужно без этого, нужно себе в голове составлять контролируемые действия. Если вы здесь, у вас человек в углу, то что вы делаете, чтобы вы можете рекомендировать этого человека. И если у вас есть ваша пройка, которая его контролирует, то вы решаете, как есть право. Намится вас долго согласовывать, понятно? Поэтому давайте еще чуть-чуть попозратимся. Там было отвлечение, чтобы вы немножко отдохнули, и было как бы объяснить вам принцип. То есть старайтесь сохранять эргономику, очень важно, как и мерилом важным, есть вот эффективность вашего подката, это возможность быстро встать. Если вы, набирая скорость, можете встать из подката, то есть вот эти базы, важно и есть здорово. Это первая, или вторая. Денис, в сторону. Да? Чуть в сторону. Да? Вам классно так. Делает на тебя тот же человек. Если они будут играть в нюхотингуках, то выиграет. Выиграет тот же человек, который снял банок и начал левелировать. Почему? Потому что игра, еще раз повторюсь, есть на вероятность. Если человек уже начал стрелять, а вы в этот момент только поднимаетесь. Вы понимаетесь. Вы что сделали? Вы проиграли инициативу. Он контролирует, как и вы. Вам что нужно сделать? Для того, чтобы контролировать титул, вам нужно его перетолить. А это что в свою очередь приносит? Любая попытка влезть в бель, чревая на тему, что вы получите. Он уже стыдает, на него летит 10-7 в секунду. А вам нужно выйти на него. Все. Очень просто. Соответственно, из таких вещей, учитывая то, что скорострельность 10-7 в секунду, каждая мелочь, о которой мы говорим, она ни хрена не мелочь. Потому что каждые вещи вы проигрываете, по итогу состоит результат. Когда вы выходите, проиграли гейм, проиграли гейм, проиграли. Почему? Потому что пять человек сделали каждой маленькую ошибку, и по итогу люди, которые играют получше, они вас обыгрывают. Паупенье, проиграли.